Псс, парень, колонии сбоку не желаешь? Сила земли, йоу! Ты чё, обдолбался? Кэнтостис, йоу! Да ты реально упорот! Гэмми ёл маня, мадафака! Завязывай с кактусами! А может ты этот? Снуп Го... Кактус-горшок, йоу! Ты чё, лунатик что ли? Ты же во сне ходишь! Палец вверх, йоу! Хватит лайки клянчить! Поднимите пальцы, йоу! Хе-хе, а над тобой ржать будут! Сел на кактус, йоу! Капец у меня команда! Здравствуйте! Мы продолжаем превозмогать максимальный уровень сложности в колонии сбоку. Сразу же немножко поменяем тут распорядок, выставим максимальное на жизнеобеспечение у всех. И у вонючки я хотел бы поставить механику тоже на максимальный уровень. Он у нас ученый, и я хотел бы, чтобы именно он в первую очередь крутил колеса имени Фреда Фринстоуна. Ну а дивана Менделевича мы можем немножко повысить должность. У моих дуплов довольно неплохой моральный дух, и это вполне позволяет им безболезненно заниматься профессиями третьего уровня. Далее я хотел бы здесь слева немножко прокопать, но нужно внимательно следить за тем, где у меня находятся зеленые микробы. Я не хочу лишний раз случайно выкопать слизь, чтобы она мне тут все загадила. Ну и проверяю еще раз. Напоминаю, на максимальном уровне сложности иммунитет не восстанавливается, поэтому вдыхание зеленой гадости оно может быть совсем чревато. Здесь можно слегка повысить приоритет, чтобы дуплы побыстрее все это сделали. И у нас готова новая технология, которая позволит мне строить батареи. Батареи самые обычные, больше чем мелкие, которые были. И следующая технология мне очень-очень нужна, потому что она мне позволит строить угольный генератор. Батарею одну поставим здесь, чтобы побольше запас был, и дупликанты меньше времени тратили на всякие пустые перемещения. У меня большая проблема с голодом в данный момент, поэтому сейчас назначим, чтобы они могли есть неприготовленных мукоедов. Проблема с голодом решится... Так, манючка у нас прокачался немножко. Проблема с голодом решится, когда мы построим электростанцию нормально. Дуплы тогда перестанут много времени тратить на то, чтобы бегать в колесах имени Фреда Флинстоуна. И тот же Ашан будет готовить еду вообще постоянно. Ну а наш шоколадный друг будет точно так же постоянно эту еду собирать с плантацией. Опять у нас голодание. Это недолго, я надеюсь. Придется опять поставить возможность съесть неприготовленных мукоедов, потому что готовить не успеваем из-за того, что электричества нет. И Ашан у нас тоже немножко голодает. Он, правда, тут, конечно, практически выдавил уже, но периодическое отваливание электроэнергии не дает ему готовить на постоянку. Можно было бы, конечно, поставить изначально больше мелких аккумуляторов. Ну, не знаю, что-то как-то я поленился, может быть, надо было так-то поставить. Но у нас все равно уже исследование практически готово. И сейчас, наверное, нужно будет... Все, вот готовое исследование. Угольный генератор. Исследование у нас готово. Следующее исследование я, наверное, сейчас ставить не буду, потому что я все же хотел бы немножко поэкономить людские ресурсы и направить нашего ученого на что-то более полезное. И ученый Вонючка у нас уходит отсюда. И направлю я его вот в это место. Пускай он копает, шахтерствует. Тем более, по моей задумке, сейчас придется очень много копать. Так, это здесь отменяем. И тут нужно вырыть место под угольный генератор. Ставлю лестницу. Уровень будет примерно, ну, где-то вот, может быть, досюда. Делаем раскопки. Делаем раскопки, наверное, вправо вот сюда. Но, опять же, главное не задеть зеленку. Зеленку я тут успешно обхожу. Протягиваю немножко электрический кабель, который пойдет сюда вниз. Точно так же до нашего угольного генератора. И сейчас нужно будет сосредоточиться именно на нем. Раскопать это все очень-очень быстро. Теперь, почему генератор я хочу поставить именно здесь? Я бы хотел, чтобы излишнее тепло от генератора уходило куда-то вниз и налево. А сверху я в будущем, наверное, поставлю... Так, надо строить лестницу сюда вниз. Вот, сверху над генератором я в будущем поставлю теплоизоляционные блоки. Да, я совсем забыл выбрать в биопринтере... Так, люди мне, наверное, не нужны, в смысле дуплы. Возьму-ка я огнелькорень. Все-таки халявная еда, она и в Африке халявная. И здесь мы продолжаем копать. Так, от толеринголог получил повышение. Это очень гуд. И я его, наверное, дальше двину по карьерной лестнице, потому что все-таки мораль позволяет. Так что давай, дружочек, сюда переходи. Будешь у нас профессиональным шахтером-копателем. И нужно, опять же, дождаться, пока они все это выкопают. Надеюсь, это все очень быстро произойдет. Так, по поводу глистов зеленых. Вроде как не задеваем. Ну, естественно, после генератора будет оставаться углекислый газ. Я планирую, что он будет вверх, вот где лестница у меня, вот тут выходить. И далее на переработку в террайвере. Итак, у нас все готово для того, чтобы поставить угольный генератор. Так что я благополучно его сюда размещаю. Нужно сразу же его подключить электрическим кабелем. Можно даже немножко поднять приоритет. И нужно установить сюда же батарею аккумуляторную. Так, две клетки я пропускаю, ставлю сюда. И подключаем его. Далее слева здесь. Я бы хотел еще немножко, наверное, раскопать. И привести здесь все в порядок в итоге. Потому что все равно тут придется ставить теплоизоляцию. А игру про шестеренку видели? Я вчера посмотрел. Там еще ящик на колесах есть. Это долбатрон. Какой еще долбатрон? Железный. И что говорят? Да ему лайков наставили. Ща ему дизлайк воткну. А он к тебе ночью придет. Думаешь, я боюсь, что ли? Э, он тебя накажет. Ко мне не такие ночью приходили. Черный треугольник. А я все знаю. Хочешь, все узнают? Ты не посмеешь рассказать. Я тролли расскажу всем. Вы что, на троих замутили? Да ничего мы не мутили. Черный треугольник. Так, что там было-то? Там такое. Ты ему веришь, что ли? Тебе-то я тоже не верю. Да не было ничего. А что отмекиваешься? Ну попробовали силу земли. Э, дети земли. Мы продолжаем заниматься чудесной археологией. А точнее, раскапывать место под нашу будущую генераторную. Генератор там будет у меня стоять, опять же, один. Но мне нужно освободить здесь место под то, где у меня будут стоять аккумуляторы. И я стараюсь избегать зеленку. Итак, у нас практически готов генератор. Ну вот, собственно, он готов. Теперь нужно его немножко настроить. Так, я приоритет повышаю. И здесь ползунок немножко опущу до 40. Теперь осталось дождаться, пока достроят аккумулятор. Аккумулятор, собственно, готов. И опять же, здесь нужно все очень быстро выкопать. И после того, как все это выкопают, нужно будет расставить еще аккумуляторов. Поэтому повышаем приоритет и ждем, пока все раскопают. Так, ну же можно ставить аккумуляторы дополнительные. Один сюда, еще один сюда. И, естественно, нужно их соединить проводами. Ну, теперь все просто. Поднимаем приоритет и ждем, пока достроят. И теперь, когда у меня готова энергетика, которая не зависит от дупликантов и от их ног, я в целом... Так, тут по зеленке все окей. Дело 668. Диван Менделевич. Второе начальное образование получил во сне. Трепетно относится к кактусам. Любит строить, копать и спать. Характер мягкий. Не женат. Тут можно немножко еще подкопнуть. Вот, и я в целом могу, наверное, заняться более какими-то прогрессивными вещами. Продолжать исследование и все такое. Так, еще тут подкопаем, чтобы ничего не мешало. Вот, и по поводу исследований, значит. В целом, мне сейчас очень нужен грамотный аккумулятор, который может логикой отключать мой угольный генератор. Поэтому сначала логику и потом все сопутствующие технологии. Вонючку, значит, обратно можно переставить на ученого, чтобы он в полную силу, так сказать, изучать все это дело начал. Потому что чем быстрее все я это внедрю, тем быстрее я смогу дальше развивать свою базу. Так, теперь здесь мне нужно прокопаться вниз. Я бы хотел здесь, вот в этом месте примерно, сделать водохранилище. Главное, зеленку сейчас опять же не задеть, потому что тут ее много. И тут все выкапываем, вот это вот. Здесь чуть левее тоже выкопаем. И надо еще раз проверить зеленку. Да, так и есть угол, вот этот, левый-нижний. Немножко его отменяем, чтобы он тут не раскопался. И у меня готова технология. В данный момент от нее, конечно, толку немного. Но мне в любом случае сейчас нужно будет исследовать научный стол, который следующий по грейду идет. Поэтому соответствующую технологию выбираем. И этот научный стол, после того, как я ее открою, нужно будет установить. Так, здесь опять же нужно выкопать место под наш аппарат, который будет грызть металл. Грызть металл и давать очищенный металл. И я бы хотел подготовить плацдарм для еще одного колониста. Обеденный стол и кровать. Биопринтер уже практически готов мне выдать. Ну вот, собственно, он уже готов. Так что можно, в принципе, повыбирать. Так, рыба мне особо тут не нужна. Дамочка и два шоколадных друга. Один шоколадный друг у нас уже есть. Поэтому, наверное, выберем все-таки дамочку. Дамочка у нас еще в колонии вроде как таких явных не было. Нет, они, конечно, есть, но они не дамочки. В принципе, нормальный дупл. Так что, я думаю, вполне можно ее выбрать. Давай. Добро пожаловать в колонию, госпожа Храпунья. Сразу же назначаем ей кровать. И обязательно сейчас нужно назначить кухонный стол, чтобы она не тупила. Итак, назначаем кухонный стол. Все, вроде как дуплу мы все это расставили. Так, да, обязательно график. Переносим ее вниз вот сюда, чтобы у нас было как бы посменно. И теперь два Храпуна, Вонючка и она будут в разные спины у нас спать. И, по идее, мешать никому не должны, так как спят в одной комнате. И сейчас нужно Госману назначить немножко профессию. Так, профессия будет у него изначально стандартная. Это обычный носильщик-переносчик всякого, чтобы она силу прокачала. А дальше уже будем смотреть по ситуации. Так, здесь снизу я бы хотел еще несколько грядок добавить, на всякий случай. Потому что дуплы иногда тупят. Вот, сейчас, в принципе, грядок на всех будет хватать с запасом. С небольшим. Здесь нужно все докопать, здесь докопать и снизу докопать. Потому что пора уже делать бассейн. И у нас готово исследование. И пока у меня нет второго научного стола, я, наверное, выберу вот эту базовую очистку. А далее уйду уже вот сюда вот, в умную батарею, в грамотную. А стол нужно поставить где-то вот в этом месте, наверное. Она из этой дырки вылезла, йоу. Да, туда все вылезли. И я, что ли, йоу. А ты из шоколадной. Дырка шоколада, йоу. Девушка, самогонку будете? А я не пью. А тут все пьют. А я что, все, что ли? Девушка, девушка, вас как зовут? Таня. А меня Федя. Ну и дура. А почему вы вместе спите? Я и с тобой могу, йоу. А я храплю ночью. Че серьезно, йоу? Вам понравится. Нам и вдвоем нормально, йоу. Да я не громко храплю. Девушка, вы не устали? Ну ты и хамло. Давай, до свидания, йоу. Может заткнуть эту дырку? Камнями засыпать, йоу. Итак, размещаем супер-дупер электронную вычислительную машину. Обязательно нужно поставить здесь покрытие напольное. Немножко поднять приоритет и подключить это все кабелем, наверное. Так, шоколадный друг, ты, конечно, молодец, как соленый огурец. Сейчас немножко тебя по должностям продвинем, потому что, в принципе, позволяет тебе тут мораль твоя. Давай, перемещайся сюда. Вот. И кабель. Кабель подключаем. Все, сейчас осталось дождаться. Так, здесь у нас температура, конечно, немножко подрастать начала, как я, собственно, об этом раньше говорил. Растения, я надеюсь, у нас будут тут расти. Но скоро здесь будет тепловая защита, так что проблем, в принципе, быть не должно. Как раз вот в этом месте я ее построю, на месте потолка. Так, и здесь надо продолжить раскапывать. Раскапывать наш бассейн будущий. И, чтобы удобнее это было делать, можно здесь поставить, в принципе, несколько лестниц. Например, тут одну. Здесь и, наверное, вот тут. Как раз под блоком, который немножко заражен. Так, у нас готово исследование. И теперь мы можем выбрать следующее. Готово у нас исследование, которое позволяет нам делать материал для постройки грамотных батарей. Их, собственно, мы и выбираем. Батарею поставим, как я говорил, на свободное место. Так, теперь зубодробильная машина. Давай-ка ты, наверное, вот в это место пойдешь. Сразу же нужно сделать покрытие под ней. Примерно вот тут вот. Чтобы там можно было удобно протянуть кабель. Кабель, естественно, нужен, чтобы запитать электроэнергией эту зубодробильную машину. Так что протягиваем ее и подключаем. Также можно немножко поднять приоритет на постройку, чтобы побыстрее все это построили. Так, дуплы у нас получили повышение. Это очень хорошо. Ашан, ты большой молодец. Давай-ка мы тебя уберем с переносчика и отправим в нормальные повара, чтобы ты поскорее у нас готовил. Благо электричество уже есть. Ну и мораль тебе, естественно, позволит. Машина зубодробильная, точнее камнекрошильная. Шесть штук мне, я думаю, достаточно будет. Ставим максимальный приоритет. Так, и вот это место. Мне совершенно не нравится, что тут вода начинает уровень, в смысле, подниматься. Так что немножко вот так вот и вот так, наверное, раскопаем. Обязательно копаем с тем расчетом, чтобы зеленка у нас пока что в раскопки не попала. И вот у нас практически все докопано. И это место мы пока что оставим. А нам нужно докапывать наш будущий бассейн. Такс, у нас готова технология. Технология грамотной умной батареи. Это очень хорошо. Такс, и следующая технология, значит, что мне вообще понадобится. В целом, мне нужно две ключевых технологии сейчас. Это очистка воздуха. Вот. И вторая технология, это теплоизоляционные блоки. То есть вот эти две технологии, из них нужно выбрать. Я вначале теплоизоляцию сделаю, а потом, наверное, уже пойду в очистку воздуха. В целом, мне сейчас очистка воздуха не особо критична. А теплоизоляцию нужно поставить около угольного генератора. Наш будущий резервуар для воды. Так, обязательно смотрим, где у нас нет зеленки, чтобы лишний раз тут не подвергать себя рискам. Это выкапываем. И нужно выкопать немножко вот сюда вот вправо. Ну, 4 на 3, наверное, будет достаточно. Если не хватит, я потом еще прокопаю блок немножко. Вот эта вода и вот эта верхняя, она вся потом вниз у меня стечет вот сюда. И в это свободное место займет. Сейчас дуплы как раз все это раскопают. Надеюсь, много времени на это не уйдет. И у нас есть возможность выбрать еще одного дупликанта или объекта. Итак, что у нас на этот раз? Есть три дупла, есть детеныш Пуфа. Ну, детеныша Пуфа можно было бы, в принципе, взять и убить на мясо, но я не хочу этого делать, это ж местные котики, только летающие. Поэтому ничего брать не будем. Так, снизу у нас тут... Кстати, у нас тут немножко подоткрылось место. Давайте посмотрим. Ага, у нас снизу здесь что-то холодное есть. Возможно, это холодный биом. Либо еще один гейзер. Гейзер природного газа нужно будет потом освоить. Сверху, справа у нас особо ничего. Вот здесь вот есть... Да, вот здесь есть комнатка. Эта комнатка... Кстати, она абсолютно никак не окружена заражением. Можно было бы туда прокопаться. Слить воду. Здесь у нас загрязненный кислород. Его можно будет очистить, как раз таки, когда у меня появится очистка. Нет, ну, теоретически можно, конечно, переключиться прямо сейчас на очистку и получить освежитель. Но это, конечно, все долго. Нет. Пускай открывается изоляция. А освежитель как будет, как только так сразу. Туда его и поставим. Будет кислород. Что-то я совсем старею. Забыл поставить наш умный аккумулятор. Она же умная батарея. Нужно ее установить и сразу же подключить логическим кабелем ее. Контроль расхода угля. Это вещь очень нужная и полезная. Итак, все готово. Настройка довольно простая. Ставлю просто минимальный порог десятку. Вот так вот. А, максимально оставляю как есть. Теперь, как только в аккумуляторе останется 10% заряда, наш генератор отключится. Вот эти вот, архаизм вот этот, весь отсюда убираем, чтобы он просто не грел и вид не портил. Колеса имени Фреда Флинстоуна. Точно так же нужно отсюда убрать. Если мне вдруг внезапно когда-то понадобится колесо, приоритет выше, я его всегда смогу построить. Теперь бассейн под воду практически готов. Но вот сейчас точно готов. И мы можем начать эту воду отсюда сливать. Так что вот эту вот штуку всю раскапываем. И вода у нас самотеком уплывет вниз. Приоритетно поднять, естественно. Еще мне понадобится скоро гриль. Я все-таки планирую ягодки выращивать. Их немножко жарить, чтобы поднять качество еды. Так что сюда его примерно располагаем. На место, где у нас были колеса. Так, здесь у нас готово исследование. Исследование это хорошо. По кислороду, значит. У нас немножко не попадает газ туда, поэтому внедряем наше исследование в работу. А именно, ставим газопроницаемые блоки сюда. Так, в комнаты, значит. Сюда тоже поставим. И, наверное, сюда. И сюда. Ну, в принципе, и сюда можно. Сойдет. Сейчас газ у нас будет более качественно циркулировать по нашей базе. И таких проблем, в принципе, наблюдаться не должно. Еще я бы хотел вот здесь вот, в этом месте, предотвратить потенциальную возможность перетекания жидкостей вниз, грязных. Так, нет. Это нужно убрать. Тут я поставлю газопроницаемые блоки, чтобы у нас все-таки углекислый газ проходил. И, возможно, чуть позже я туда еще три террариума под лампу поставлю. Так, приоритет. Немножко поднимаем. Ручной насос. Нужно его чуть ниже поставить, поэтому я его сношу так. И ставим на одну клетку. Нет, давайте на одну клетку пониже, чтобы дуплы нормально могли забирать. Плюс у меня наблюдается некоторая нехватка водорослей, поэтому вот здесь справа, так, сюда, 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 сюда. Вот это, в общем, все нужно подкопнуть будет как-то вот таким вот образом. И у меня получится дополнительный запас водорослей. Ну, дуплы это сами все раскопают со временем. А здесь, снизу, вода уже вся почти стекла, поэтому примерно так делаем. Сейчас они все это подкопают. И можно будет сверху воду точно так же сюда вниз спустить. Единственное, я бы не хотел, чтобы дуплы лишний раз по воде ходили, потому что они могут немножко тут подболеть, потому что переохладятся. Но приходится рисковать. И теперь, чтобы воду как-то адекватно спустить, так, давайте-ка здесь поставим лестницу. Нужно проделить вот сюда вот до самого низа, наверное. Здесь нужно раскопать шахту вертикальную. Да и вообще нужно вот это вот все лишнее отсюда поубирать. Поэтому сразу назначаем лестницу, чтобы удобнее было работать. И раскапываем все вот это лишнее. В принципе, сейчас нас ничто не должно отвлекать от благоустройства нашей базы. Итак, у нас готово исследование. Исследование это всегда хорошо. Нужно нам будет часто назначить следующее. Вот, у нас готовы теплоизоляционные блоки. И следующее исследование нам нужно выйти в очиститель воздуха. Ну, то есть, в освежитель. Так, теплоизоляция, значит. Теплоизоляцию ставим, как я говорил ранее, вот примерно где-то вот в этом месте. Нам нужно оградить проникновение тепла от нашего генератора на нашу базу. Поэтому закрываем примерно следующим образом. И сюда. Ну, тут все нормально. Вроде зеленую жижу не задеваем. Так что все окей. Можно немножко поднять приоритет, чтобы заставить дупла побыстрее все это сделать. Ну, и чтобы было проще, убираем отсюда вот эту медь. Так, у нас какие-то проблемы с иммунитетом. Что за дела? Шоколадный друг, что у тебя случилось? Шоколадный друг. Смертельно устал. Ты на плантациях, что ли, смертельно устал? Вот дружочек наш. Надо что-то с этим порешать будет, с этим хозяйством. Так, давайте-ка на всякий случай поставим медицинскую кровать. И закроем все это хозяйство. Какой-то дверцей, наверное, вот как-то так. Ну, и ситуация у нас все усугубляется. И я в итоге, в общем, узнал, в чем была причина. А причина оказалась в том, что у нас храпуны внезапно не давали товарищу спать. Я что-то тут продуплил. И вот храпун, который на левой койке, он задевал храпом своим нашего шоколадного друга на правой койке. Левая койка с храпуном и правая. При этом вонючка и госман друг другу не мешают, потому что в разные смены спят. А у нас, тем временем, готовы исследования. Исследования это всегда хорошо. Правда, это исследование первое в цепочке. И поэтому мы до сих пор не сможем открыть очистку кислорода. Еще две науки и все будет хорошо. Так, биопринтер. Вот это былинная победа. Обратите внимание, слева песок. А справа у нас внезапно семя хладодыха. Это просто большая удача. Так что я его сразу печатаю. Семя хладодыха можно посадить вот в такой горшок и посадить его где-то в районе вот этого генератора. Так, единственное, что место придется, это давайте уберем. Здесь переназначим... Ну вот давайте каким-то вот таким вот... Блин, куда бы его закинуть, чтобы он не мешал. Давайте вот сюда вот в теплоизоляцию. Так, а горшок можно вот в это место поставить. Здесь будет хладодых, и он будет охлаждать вот это все место, и лишнего перегрева на базу идти не будет. Естественно, поднимаем приоритет и ставим горшок, когда они все вот раскопали практически. Койки с храпунами я переназначил. Госман теперь храпит справа и никому не мешает. Это очень хорошо. А наш шоколадный друг по-прежнему болеет. Я ему на всякий случай вот эту вот медкровать сейчас назначу, потому что он наверняка свой иммунитет потеряет до конца и заболеет. Здесь можно посадить семя хладодыха. Все у нас развивается довольно неплохо, и даже еще никто не помер. Внезапно. Ну что, сообразим на троих. Че, не будете что ли? Да хорош бухать. А я не про бухло. Про силу земли что ли? Ну вас нафиг, пацаны. А я не против. Ты опять всем расскажешь? Точно, ты же тролль. Один просветляйся. Точно, ты же тролль. Точно, ты же тролль.